И всем привет, меня зовут Рицу, добро пожаловать на мой канал. И месяц октябрь, уже по совместительству месяц страшилок, месяц Хэллоуина постепенно подходит к концу. И не мог я не завершить его как-нибудь тематически, а именно какой-нибудь такой около страшилкой. Особенно в которой фигурируют призраки, которые бок о бок постоянно идут с месяцем страшилок, месяцем хорроров. Конечно же не мог я, не мог я хоть разочек не попробовать, не поиграть в что-нибудь такое около страшное. Особенно когда дело касается призраков и лифтов, которые просто идут бок о бок конкретно с моим каналом. Постоянно, не знаю, не могу избавиться, не могу выйти из них, это как постоянная петля, постоянно я привязан к этим лифтам. Эх, все началось с того самого единственного лифта, несчастного. Ну в общем, да, сегодня у нас игра про призрака, про лифт, все как мы любим, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что там будет происходить. Но вроде как игру похвалили, людям вроде понравилось. На западе, конечно же, у нас, до нас эта игра не дошла, потому что у меня нет русского языка, к сожалению. Но для вас я ее переведу. Игра небольшая, за минут 20-30 мы управимся, также есть несколько концовок, конечно же, как мы все любим. Но перед началом ролика, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии для продвижения ролика. Это очень помогает ему и мне, нам обоим. Также подписаны мои социальные сети, которые находятся в описании под видео. Все ссылки там снизу где-то найдите. Ну и в принципе давайте. Поехали, поехали. Мои пальцы медленно печатали последнюю часть заключения, необходимую для завершения моей работы. Я даже не проверил на грамматику текст и перевел курсор на крестик, чтобы закрыть документ. Так, время отправить его. Я написал привет мистеру Хольтману. Так, пожалуйста, найдите прикрепленный файл. Так, ваш студент Ритс, у меня зовут, да. Это если что не я там печатаю, это в игре такие звуки, кто... Если кто не понял. Подаю зевок, я включил телефон, чтобы проверить время. Два, пятьдесят три ночи. Жесть, конечно. Нифига себе, блин. Нифига себе, уже поздно. Да я же даже так поздно обычно не сижу. Универсальный опыт студента колледжа, страдающего от потери сна и появления мешков под глазами, снова посетил меня. По крайней мере сейчас выходные. Ура. Ура, выходные. Выключив компьютер, у меня наконец-то дошло, насколько... Насколько все было тихо, после того, как пропал звук печатающих пальцев моих по клавиатуре. Все остальные уже ушли. Кампус был открыт 24 на 7, но кто еще в своем уме будет так поздно оставаться за работой? Я решил, что мне повезло, что мистер Хольтман дал мне увеличенный дедлайн, иначе мне бы пришел конец. Все же ходили слухи. Ходили слухи. Беселестные голоса, разносящиеся по пустым комнатам. Тяжелые шаги, раздающиеся по коридорам. Те, кому повезло, заявляли, что видели черный силуэт, летающий вокруг, рядом с торговым автоматом, в конце коридора, который пялился на них. Я не был суверенным человеком, но должен был признать, что жуткая тишина, царящая здесь из-за того, что я был единственным человеком, здесь вызывала у меня мурашки. Опа, что здесь такое? Что за звуки такие страшные? Я вспоминал все сплетни, распространявшиеся среди студентов, когда какой-то звук заставил меня оживиться. Я посмотрел сзади себя через монитор, чтобы посмотреть, есть ли кто-нибудь здесь, не вошел ли кто-нибудь, но никого не было. Я проигнорировал мурашки, появляющиеся на моей руке, и собрал свои вещи в рюкзак, в сумку. Суверен я или нет, я сделал то, ради чего сюда пришел. Время уходить. Время уходить через лифт. Нельзя было воспользоваться лестницей, само собой. Я доковлял до лифта и нажал кнопку. Он загрохотал, придя в жизнь, и медленно направился на мой этаж. Всего лишь через пару минут я уже выберусь отсюда, заверил я себя. Не знаю почему, но я постоянно проверял сзади себя, как будто я кого-то ожидал увидеть. Да, каждый раз, но каждый раз было пусто, когда я смотрел. Я еще раз тыкнул на кнопочку. Где же ты лифт? У меня уже само парадоев начинает пробуждаться. Быстрее, быстрее. Волосы на затылке встали дымом, как будто за мной кто-то наблюдал. Кто топает, кто топает. Я сжал кулаки, игнорирую, насколько они уже вспотели в моих карманах. Жизнь, потный, потный паренечек. Кто-то сзади меня... Ужас, ужас. Я не готов был к такой страшилке. Я подпрыгнул. Блин, этот, знаете, этот... Как он, как он называется? Знаменитый, будем так скажем. Знаменитый, вот этот желтый свет лифта, вот, блин, постоянно. Он во всех тиграх именно желтый, знаете. Именно желтый, такой классический свет из хорроров. Дверь открылась, я выдохнул, хотя я не сознавал, что затаил дыхание. Я даже не обернулся, чтобы посмотреть, когда вошел внутрь. Не желая поворачиваться, пока двери не закроются. Веселая фоновая музыка, которую они играли, несколько успокоила меня. Я почти что не верю в то, что они все еще играют ее в такой час. Почти. Я нажал кнопку на... Кнопку первого этажа, и лифт начал двигаться, торнуться с места. Мне было нечего делать, я пялился в номера, которые постепенно уменьшались. Шум лифта начал усыплять меня. Я думал о всех вещах, которые я могу сделать, когда вернусь домой, чтобы отвлечь себя от этой поездки. Ах, там говорил про душ, что-то там. Что такое-то, начинается, а? Я моргнул в виде вмерцающей огни. Лифт вздрогнул, резко остановился. Музыка затихла. Я нажал кнопку у первого этажа, затем все остальные кнопки потыкал. Никак не реагируют они. Нажать кнопки вызова тоже ничего не сделал, кроме как вызывало шум. Хеллоу, этого не может происходить. Потрать немного времени на то, чтобы прийти в себя, я крикнул. Кто-нибудь тут есть? Я застрял, помогите! Я начал долбить по дверям в панике. Кто-то должен был быть там, да? Помогите, пожалуйста, я здесь! С каждой минуты остановилось все отчаяние, отчаяние. И на глазах начали появляться, наворачиваться слезы. Почему, почему, почему сейчас? Почему я? Я ударил своим лбом о дверь. Готовый уже заплакать. Это под отстой. Я вот тут собирался обернуться, как по моему позвоночнику погружал холодок. Воздух, казалось, чувствовался тяжелым. Это что, клаустрофобия начинается? Я не думал, что у меня был страх закрытых пространств. Или же... А-а-а-а! Позади меня раздался хриплый стон. Я повел свою голову и закричал. А-а-а! Что такое? Это... Пятно тьмы растущее напротив меня появилось. Липкая масса, которая, казалось, просачивалась сквозь стены. Я отполз... Отполз прочь и... Ударился спиной о дверь. Из пятна появилась рука. Хватившаяся за край. Ужас. Ужас. С ее пальцев капала черная вонючая жидкость. А-а-а! Затем последовала еще одна рука. Посхватившаяся на другую сторону. Жизнь долбежка, нереально. Что-то громко, блин. Я обычно игры потише сделал, в котором толпит. Я не мог отвести взгляд. Я не смог заставить себя закричать. Пятно начало обретать форму лица. Пару пустых глаз и маниакальной улыбки с несколькими зубами. Оно казалось, что улыбалось прямо на меня. Я потерял сознание. Попроснись. Это кто? Я услышал голос, который паниковал и был испуган сверху. А-а-а! Это что такое? Это что-то призрак? Это тот самый призрак? Не может быть! Да, но я на риску этот человек явно обеспокоенный. Пока я моргала, приходил в себя. Ты жив! Это женщина? Это вумен? Похоже на так. Похоже на нее. Я не могла ночью бать пульс, так что я... Ты в порядке? Не трогай меня, чудик! Давайте, что за негативчик? Думаю, да. Думаю, да. Но теперь я уже точно спокоен. Фух. Я рад, не хотел напугать тебя. Я осознал, что все еще был в лифте, но теперь... Не знакомец, стоящий перед мной, крутящий... Стоял... И крутил пальцами большими. Он был выше меня. И возвышался на несколько дюймов. Надо мной. Его конечности выглядели еще более неуклюже в мешковатом свитере. Я не уверен, забыл... Если она забыла смыть макияж, или она просто не спала три дня подряд. Я предполагаю, что это она, конечно... Я не знаю. Я не знаю. Вот этот... Американский, блин, вот они используют, типа... Я не знаю. Я не знаю, как к нему обращаться, к этому человеку. Возможно, и то, и то. Я осознал, что она смотрела на меня. Пялилась. Ее глаза были срочноточены на меня слишком долго, как будто не забыли, как моргать. Так... Внезапно я вспомнил последнее, что я видел. Это страшная тень из стены. До вас здесь было что-то похоже на то, что она выползала из стены. Я знаю, это звучит безумно, но я клядусь. Это было как похоже на страшный ужастик какой-то. Незнакомец выглядел нервным. Черт, он думает, что я сошел с ума. Не смотрите на меня так. Нет, я верю в тебя, точно. Вы тоже его видели? Ну, да, типа... Извините, я пыталась... Пыталась быть... Быть тихой. Это должно быть было некомфортно наблюдать, да? Что? О чем вы говорите? Ну, я слышал, что вы кричали о помощи и не могла оставить вас одного. Так что я сделала то, что могла. Ты говорите, что это были вы? Так что за безумная шутка такая? Это вы ли вы? Да, в каком-то смысле. Так просто не объяснить. Я не живая. Я не такая, как вы. Неужели он имеет в виду... Она, он, господи. Вы имеете в виду, типа, призрак? Незнакомец, добрительно засветился. Да, вы должны быть слышали слухи, верно? Это я. Это я во плоти. Ну, не совсем во плоти. Поверить... Просунуть голову через него. Через нее. Я скоро... Я не от наличия призрака в этой игре сойду с ума, а от этих местоимений, господи. Я верю. Я верю ей. Мне кажется, что это не самая худшая ситуация, в которой можно было встретить призрака в первые жизни. Она вздохнула от облегчения. Спасибо, что доверились мне. Я бы спросил ваше имя, но я уже знаю, что вас зудрится. Откуда? Я наблюдала за вами какое-то время. Извините, excuse me. Сегодня ночью. Я наблюдала за вами сегодня ночью. Это небезопасно быть в одиночку в такой поздний час? Я уже знаю. Прежде чем я смог задавать дальше вопросы, она выпрямилась. В любом случае, я остался здесь, чтобы увидеть, как вы пишете свои документы. Я особо не соглашаюсь с вашей гипотезой, но тем не менее мне было интересно. Никто не спрашивал вашего мнения. Спасибо, спасибо. Очень интересно. То есть она реально смотрела, как я пишу свою работу. Свою диссертейшн. Она застенчиво улыбнулась. Без проблем, бро. Без проблем. Это не то, как я прям ожидал, как пройдет моя сегодняшняя ночь, но я думаю, что чем быстрее я приму эту ситуацию, тем будет лучше. Мне, наверное, стоит спросить ее имя, вместо того, что называть ее незнакомкой. Вы знаете мое имя, но что значит вашего? Она отвернулась, теребя пальцами рукава. Я не помню. Я знаю, кем я была и что я делала, когда я была живой, но не помню своего имени. Странно, не так ли? А вы когда-нибудь не думали выбрать свое имя сами? Ее глаза расширились, как будто это никогда не приходило ей в голову. Мне никогда не нужно было имя, но если бы у меня было оно, я бы хотел... Мне нравится, как звучит Альма. Звучит глупо. Что за два абсолютно противоположных варианта ответа? Идеально. И звучит глупо. Бро. Два максимально... Максимально противоположных варианта ответа. Я, конечно, понимаю, что, типа, да, тут несколько концовок, но не столько же очевидно. Можно разозлить персонажа и можно... можно с ним дружить. Идеально, идеально имя. Ну, я мистер позитив сегодня. Я мистер позитивчик. Ее улыбка стала шире. Спасибо, Ритсу. Теперь ее зовут Альма, класс. Теперь ее зовут Альма. Альма продолжила перебирать свои пальцы. Какое-то время мы стояли в тишине, размышляя, о чем говорить дальше. Я продолжал смотреть на ее пальцы, думая, такие ли они плотные, как выглядят. Она знала, что я пялись, но, видимо, была не против, терпеливо ожидая передо мной. По правде говоря, мы, мысли, были в диком состоянии за нехватки сна и неспособность сформулировать слова после того, как мы представились друг другу. Она начала тихонько что-то напевать, как будто пытаясь заполнить тишину. И затем меня осенило. Для призрака она может быть таким же студентом, как и я. Я хочу спросить, должен спросить, как вы... В глазах Альма читалось понимание. По правде играет довольно неловко. Настоять или отступить. Давайте настоим, настоим. Ой. Или не надо было. Или не надо было. Почему то игра то громкая, то тихая. блин, как ее понять вообще? Время на то, что в ее желудке ничет кровь, кажется, ее щеки побледнели, потемнели. Нам не стоит в это вникать. Но я правда хочу знать, пожалуйста, я... Ой-ой-ой. Она помедлила, прежде чем кивнуть. Обещаешь, что не будешь смеяться надо мной. Обещаю. Я держу свое слово. Хорошо. Так... Прямо как вы, я сдержалась допоздна, работая над заданием. Никого рядом не было, и... Даже тогда я был известен как одиночка по большей степени. Так что меня это не беспокоило. Пока я работала, мне захотелось пить. Ничего необычного. так что я отправилась к торговому автомату, чтобы заразать за ним напитком. Она остановилась, ее руки дрожали. Она сцепила свои запястья и повернула их, прежде чем продолжить. Просто газировка не так уж много просила, ведь верно? Я заплатил за эту чертову штуку, но каким-то образом моя рука застряла в этой штуке. Как вот эта штука называется, которая в автоматах, где выдается этот вот ну когда ты покупаешь в автомате, вы знаете, куда она выкатывается. Как вот эта штука называется? Я не знаю, как она называется, честно, я понял. У нее там рука застряла. я даже не знаю, как это сейчас называется, какое название. Я никогда не интересовался даже. Так что я тянула и тянула и... Ей было немного тяжело, но затем я помахал ей для того, что она продолжила. Казалось, как будто все мое тело было раздавлено под его тяжестью. Я даже не могла позвать на помощь. И все это время моя рука застряла в этой штуке. И я в тот момент даже не могла сказать, что мое запястье нельзя было уже спасти. Она погрузилась в саму себя. Я умерла, пытаясь достать дешевую газировку. Насколько это может быть жалким? Это не жалко, извините, мне жаль, что такое произошло с тобой. Звучит, как будто ты заслужил это. Что за козла можно здесь просто отыгрывать? Я не знаю. Какого-то еще козла можно отыгрывать. Мне жаль, что это произошло. я положил свою руку поверх ее. Она прошла насквозь, оставив ледяной колод на кончиках моих пальцев. Но Алиме это, похоже, все равно понравилось. Она посмотрела на меня. Ее дрожащие нервные руки наконец-то остановились. Я никому раньше об этом не рассказывала, так что не думала, что это будет чувствоваться так освобождающе. Спасибо тебе. Ты знаешь, я думаю, что ты на самом деле хороший человек. Я хочу помочь тебе выбраться отсюда. Я наклонил свою голову. И как ты это сделаешь? Я могу сделать всякие вещи, если ты, конечно, доверишься мне. довериться не довериться. У меня выбора нет. Я доверюсь. Она восторженно захлопала свои ладоши. Хорошо. Начнем же. Тебе, наверное, стоит за что взяться. Прежде чем я смог продолжить, лифт начал опускаться. Мое сердце ушло в пят, когда вес переместился вверх. Альба, держись, позволь мне сфокусироваться, сосредоточиться. Рядом со мной заморгали все кнопки лифта. Я закрыл свои глаза и решил довериться ей. Это было похоже на американские горки, несущиеся прямо к земле. Воздух со свистом кружился вокруг меня. Я сжал свои зубы и стиснул руки. Наверное, если бы я посмотрел, мои костяшки пальцев скорее всего были бы белыми. И затем лифт остановился. Я вскрикнул, когда лифт затрясло. я призвинулся на задницу с грохотом. Как же громко, ужас, мои уши. Я морнул, открыл глаза, увидев, как Альма восторженно хлопает. Она оглянулась, увидела меня на полу и указала на дверь. Дверь открылась, словно их ручной раздвинула невидимая сила. У меня отвисла челюсть, когда я осознал, что меня действительно доставили на первый этаж. У тебя получилось? Да, я получил. Я никогда раньше такого не делала. Я не мог поверить своим глазам. Я встал и обнял, обвил своими руками Альму и лишь прошел сквозь нее. Она завержала и отошла, отступила к стене. Предупреди, пока если ты собираешься сделать это, мне не нравится чувствовать руки внутри себя. Это отвратительно. А, извини, я собрался и прошел через дверь, и Альма последовала за мной. И, конечно же, лобби было пустым. Часы на стене показывали около четырех утра. Ну, видимо, на этом все. я обернулся и видел, как она пытается изо всех сил не переглядать пальцы друг с другом. Это произошло все так быстро. Я понял, что теперь я могу уйти и пойти домой прямо сейчас захочу. Альма, спасибо тебе, я очень благодарен тебе. Она, понимающая, кивает. На мгновение я просто стоял и она смотрела на меня, прежде чем отвести свой взгляд. Она ждала, пока я уйду. Я схватил свой телефон и достал свой телефон из кармана, собираясь духом чтобы спросить то, что я собирался спросить. А, ты когда-нибудь хочешь еще потусоваться? Она дважды перепроверила, переспросила. А, ты хочешь это? Да! но зачем тебе это? А почему нет? Ты мне нравишься? Про what the fuck? What the fuck? Снова еще ее потемнели несмотря на то, что она призрак. Ты мне тоже нравишься? Да, хотел бы пообщаться с тобой. Замечательно! желательно, когда я не буду ни за стороны в лифте и буду беспомощным. Мое сердце замерло, когда она тихонько рассмеялась. желательно, конечно. Тогда увидимся на следующей неделе. Да, не беспокойся о времени или месте. Я всегда смогу найти тебя, когда ты находишься в этом здании. немного жутковато, но ладно. Береги себя Рицу. Я помахал и направился ко входу. Доставай телефон, чтобы вызвать водителя из одного из приложений. Когда я обернулся, Альмы уже не было. Вторая концовка два. Друзья на века, на всю жизнь, или может быть больше. Нет, ну, ну, это, ну, конечно, она всегда именно так заканчивается. Конечно же, конечно же, эти игры заканчиваются таким образом. Хорошая концовка, выбран муж и жена, там, не знаю, друзья на века и так далее. Плохая концовка, тебя, конечно, убивают, тебя кушают, тебя превращают в такого же призрака, убивают, что угодно с тобой делают, только ничего хорошего. Так, давайте пойдем с конца, наверное, пойдем с конца. Так, что если не спрашивать о допустим по поводу того, как она умерла, ну, видимо, не стоит говорить тебе тогда, все в порядке. Так, я вздохнул и присел, прислонившись к спинке, к спинке дверей. Альма с любопытством наблюдала. Что ты делаешь? Я, пожалуй, плечами достал свой телефон, чтобы скоротать время, найти способ скоротать время. Затем я открыл одну из своих бессмысленных игр. Возможно, можно устроиться поудобнее и провести несколько часов следующих, попытаясь побить свой рекорд. Ну, не то, чтобы у меня было много занятий сейчас, так что у меня еще есть батарейка на несколько часов ближайших. Я похлопываю по месту рядом с собой. Хочешь посмотреть? Альман на мне постояла, как будто была неуверена. Ну же, места хватит на нас обоих, так что только обереги свои ноги. Смотри за своими ногами. Так, она села рядом со мной и посмотрела на мой телефон. От такой близости мои плечи сразу похолодели, но я не стал это упоминать, не стал об этом говорить. мы болтали, пока я тыкал своим пальцем по телефону. Альма была становилась более заинтересованной, чем больше становился мой рекорд. Но кроме этого это была довольно мирная компания. Прошло несколько часов. Я должно быть в какой-то момент задремал. И следующее, что я осознал, был какой-то шум позади меня, который разбудил меня толчком. раздались голоса, и я обернулся и увидел рабочих, которые открыли мне дверь. Мне не потребовалось много времени, чтобы быть на улице, когда их работа была закончена. солнечная. светость освещавший меня создавал ощущение, будто все произошедшее прошлой ночью было сном. Я включил свой телефон, чтобы посмотреть на время. И вместо этого увидел на экране неотправленное сообщение. Будь осторожен. В следующий раз не задерживайся допоздна. я моргул и осмотрелся. По моей руке прибежал холодок, я почти повернулся, ожидая увидеть Альму, но вместо этого не видел ничего. Может быть в следующий раз? Я брал свой телефон и потер свои глаза. Мысленно сделаю заметку, что с этого момента буду чаще бывать в этом кампусе. Хорошая концовка один. До следующего раза. до следующего раза. Так, ну хорошо, тогда давайте еще назад откатимся. Так, Альму, звучит тупо звучит имя. А, не нужно быть грубым. Так, опять свои пальцы там переминает. Мы стали в тишине. Думаешь, сказать дальше. Окей. Видимо, видимо, это нечто не влияет. Хорошо. ничего не меняет. Так. Что он спрашивает про работу, про нашу работу. Никто не спрашивал твоего мнения. А, извини. Я не ожидал, что моя ночь пройдет таким образом, но, видимо, чем быстрее я приму, тем будет лучше. Так, а что если? Получается, видимо, видимо, она не особо прям как-то против того, что я такие грубые вещи говорю. Так, а если я просуну руку через нее? Прежде чем я успел подумать дважды, я вытянул руку. Что? Кончики моих пальцев мгновенно стали воздушными ледяными. Как будто прикасаешься к чему-то твердому, но не совсем. Незнакомка взвизгнула и я отошла назад. Эй, ты что, во всех людей, которые только встретились и тыкаешь пальцами? Извини, я думал, ты просто шутишь надо мной. Незнакомка не хотела этого терпеть. Почему я вообще пыталась? Если бы ты просто сидел смирно и ничего не делал глупого, они бы нашли тебя утром. Ааа, нет! Она превратилась в знакомую уже бесформенную сущность черную. превратилась в лужу и просочилась сквозь пол. Таким же образом, каким она здесь и появилась. затем я следующие семь часов провел в одиночестве. Работники нашли меня в полудреме в уголку на следующее утро. Я оставался почти каждый вечер оставался допоздна, чтобы посмотреть, появится ли она снова, но, видимо, она меня намеренно игнорирует. Я больше никогда ее не видел. Плохая концовка, грубое пробуждение. Я думал, я думал, она сейчас прям, прям, не знаю, разорвет меня на куски, но в итоге, в итоге, не очень, не очень плохая концовка получается. Так. Так, что-то за такая безумная шутка. Я просто пыталась помочь. Окей. Так, но, видимо, тоже ни на что не влияет. Так, не трогай меня, чудик. А, не хотела. Просто дай немного пространства, хорошо? Я знал, что я еще был в лифте, но теперь не знакомиться. Понятно. Получается, надо в самое начало идти. Наверное, самая плохая концовка в самом начале будет. А, точно, я забыл, что ему, можно сказать, что ее смерть была тупой. Я забыл про этот диалог. Я думал, где эта концовка последняя? Видимо, она здесь. Как будто ты заслужил эту концовку, звучит. Ой, мне кажется, вот сейчас она реально злая. Сейчас она реально злая. Ты почему-то так груб со мной. Свет потускнел. В воздухе повысило статическое электричество, размытая. Тяжелая грудь запустилась на мою грудь, когда Алима пристально посмотрела на меня. Ее рост заставил меня чувствовать себя еще меньше. Я не делал ничего, кроме как была добра к тебе. Все, чего я хотел, это помочь тебе, и все же... Затем все потемнело. Я отступил назад, услышав впереди себя скрежущие звуки. Звуки возни хруста костей. Моя стена ударилась о стену. Было так... Было очень холодно. Холоднее, чем что-либо, что я когда-либо чувствовал. Было тяжело дышать, и я ждал в темноте, как что-то произойдет. Включились аварийные огни. Альма больше не была похожа на человека. Ужас. Множество глаз развивались по всему ее телу, как крошечные щели с красными зрачками. Они осуждали, осуждали, осуждали меня. рты хикали и издевались, шепча, что ты заслуживаешь, ты заслуживаешь, заслуживаешь этого. Подожди! Мои ноги подкосились, когда лифт начал падать. Сила тяжести свободного падения взяла вверх. Кнопки начали загораться одна с другой с каждым этажом. Быстрее, быстрее набирает скорость. В ушах громко раздавался скрежет металла. Я упал на свои колени, умоляю, чтобы это все остановить. Закончилось. И так и произошло. Плохая концовка ты заслуживаешь. Это мы разбились в лифте. Разбились в лифте. Но видимо на этом все получается. Заявленные четыре концовки подошли к концу. мы его сами видели все что здесь было. Видимо призраку явно не понравилось то что мы с ним так обошлись. Оно и понятно. Действительно. Мы заслуживаем этого. Она плохого ничего не сделала. с ним так грубо. Но на самом деле даже с призрак я бы не стал с ним так себя вести. Потому что я добрый позитивный человек. Надеюсь вы тоже. Если вы когда не смотрите призрака будьте с ним повежливее. Будьте с ним повежливее. Ему нечего терять. Его по закону не накажут. Поэтому он вас может скушать. Делать с вами то что угодно. Так что лучше с ними по добру по здорову. Без негатива. Без негатива. Ну а на этом все. Надеюсь вам понравилось это видео. Это игрушка. Мое прохождение. да то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мои социальные сети которые находятся в описании под этим видео. А я с вами прощаюсь. большое спасибо за просмотр. До скорых стретч. И пока.